друзья мои всем привет недавно я на своем инстаграме выложил видео как я снимал плитки со стены и тут посыпались вопросы неужели я произвожу укладку на два шлепка то есть на две пятнышки сразу хочу сказать нет я произвожу укладку не на два пятнышка сейчас скажу на три для чего нужно мне это было сделать для чего я снял плитку после укладки многие конечно догадались для чего это все делал а но для кого-то все-таки осталось это загадкой поэтому сейчас я вам расскажу для чего все это мне было нужно так что смотрим это видео и возможно кому-то это все-таки будет полезно и интересно потому что не все мастера даже знают для чего вообще все это я сделал так что поехали смотрим и не забываем ставить лайки итак так как у нас находят здесь ванная комната поэтому здесь в этом месте у нас должна будет находиться ванная и стандарт размер ванны от пола где-то 60 сантиметров размер нашей плитки 20 на 60 поэтому в совокупности трех плиток был имеем 60 сантиметров и как раз получается где-то вот в этом районе у нас должен должен быть не с ванной так как раскладка произвожу сразу и не втыкая ванну сразу на свое место для того чтобы можно было спокойно укладывать плитку на стремянки и не бегать и не скакать по ванной потому что это иногда получается очень неудобно и не всегда получается хорошо так как ванна может повредиться во время укладки плитки там плитку упадет либо поцарапается короче чтобы избежать всех этих неприятных моментов я делаю раскладку так уложил 3 ряда потом на лепехи прилепил четвертый ряд далее уже четвертая ряда пошло в 5 6 7 и короче так далее до потолка после того как вот этот четвертый пятый ряд у меня схватился я удаляю четвертый ряд там где будет находиться ванна почему это место удалил тоже потому что ванна со со своим каркасом она просто не сможет встать сюда в этот промежуток потому что как раз это промежуток является точным размером ванной поэтому нету практически зазора для того чтобы можно было как манипулировать ванной там сыграть поэтому точно аккуратно она должна встать поэтому я убрал здесь плитки чтобы здесь спокойно опустить ванну а потом задвинуть ее на свое место и тем самым вот это вот третий ряд плитки которые здесь у меня сейчас есть он будет выполнять у меня некую функцию опоры на которой у меня будет лежать ванна ну и соответственно каркас тоже будет это все поддерживать многие мастера прибивают туда уголки многие профиля кто-то правило прикручивает к стене я же делаю так вывожу плитку на нужный уровень просто ванну ложу на эту плитку и получается тем самым я сэкономил сразу материал плитку ну просто если допустим вы за ванной укладываете плитку то такой вариант вам более приемлем но если вы за ванной не хотите угладывать плитка естественно вот это все не надо будет проще положить там профиль там правило прикрепить либо уголки и на них уже посадить ванну я в этом же случае всегда делаю укладку за ванной тоже потому что ну при открывании допустим если на будет экран раздвижной при открывании этого экрана чтобы можно было видеть красоту они так чисто голые белые стены либо сейчас серые короче укладываем ванну на плитку и потом уже под размер по всему периметру ванной подрезаем плитку так как нам будет нужно то есть у нас здесь будет ванна без плинтуса без бордюрчика все будет аккуратненько ровно и будет все заделано герметиком под цвет ванны либо под цвет затирки ну там уже в дальнейшем это все будет видно ну то есть делаем всю герметизацию ванны как положено и аккуратненько завершаем нашу работу так ну как это все будет выглядеть в будущем я вам покажу в следующих видео так что пока на этом все я объясню для чего я сделал вот это вот съем плитки которые здесь у меня сейчас отсутствует для чего я это сделал как это я сделала выкладку уборку и для чего вот эти у меня сейчас лепехи на стене присутствуют короче как-то так лайфхак вам если вы не знали об этом а кстати еще хотите спросить кто-то там для чего вот у меня промежуток между плиток здесь ну такой вот шовчик где-то полтора сантиметра наверное у меня здесь и вот здесь переход между двух лет ну кто-то может подумать что туда хочу впихнуть светодиодную ленту я конечно тоже об этом подумал но в итоге нет здесь у меня будет карандаш хромированный но такой блестящий для того чтобы как бы разделить и немножко украсить однотонность монотонность наших плиток но такое вот своеобразное разделение будет как это будет как я уже сказал все это будет выглядеть в будущем увидеть кстати смеситель и под переделку под тропический душ здесь не будет раковина а вот здесь у меня будет зеркало зеркало с нишей ну короче об этом не буду говорить просто скажу там будет полка красота отдельно по этому поводу я сделал видео так что обязательно смотрите ну и не забываем конечно подписываться на канал ставить лайки пишите в комментариях ваша рекомендация совета или просто пожелание или что-то вопрос какой-нибудь который вас интересует короче вот такой вот квадратик прямоугольник и в этом фоне у меня будет зеркало за ним будет сюрприз но об этом позже ладно все короче на этом все закончил объяснил понятно поставить лайк нажали подписку колокольчик если все это до сих пор вы не сделали и поехали дальше смотреть новое видео а у меня пока все